Крутой игрок Крутой игрок Прямо в трехкилометровую расщелину основания ледника Мы закончили уже восемнадцатую Он хотел меня заморить И я сказал Эй, лама, эй Как насчет немного чего-нибудь, ну знаешь, за старание А он Ох, денег не будет Но когда ты будешь умирать на смертном ложе Ты получишь полное сознание Вот что со мной будет И это хорошо Билл Мюррей Кольф-клуб Я сделал то, зачем пришел Кто называет мои поэмы поэмами? Мои поэмы не поэмы Зная, что мои поэмы не поэмы Мы сможем вместе поговорить о поэмах Рио Кан Эти последние полчаса были неожиданными Разговор про черную тучу не был заготовлен заранее Но, как я уже говорил Я не планирую подобные вещи Я лишь следую потоку и играю свою роль Наслаждаясь движением Вы много говорите о свете интеллекта и силе проницательности Вдруг спросил один из ребят Как будто он все время держал это на уме У вас открыт третий глаз? Это означало, что веселье окончено И начинается бестолковая метафизика Ничего не поделаешь Надо стараться делать все возможное Эх, ответил я неохотно Но если ты спрашиваешь просто из любопытства обо мне Ответом будет «Я не знаю» Меня немного смущает, когда разговор переходит на метафизику Если ты спрашиваешь, потому что хочешь знать Нужны ли мистические силы для достижения просветления Тогда ответ «Нет, никаких сверхспособностей не требуется» Если ты спрашиваешь, получаешь ли ты мистические силы в качестве бонуса Когда становишься просветленным То ответ не так очевиден Я не вижу ауры, не знаю будущего и тому подобное Полагаю, я мог бы развить в себе мистические способности Но не знаю, что я стал бы с ними делать У меня нет такого желания С другой стороны, я обладаю более высокими способностями, так сказать Которые большинство из вас еще не распознали и не развили в себе Эти способности в действительности не относятся к просветлению напрямую По крайней мере они не зависят от него, как и оно от них Я говорю о способности воплощать желания, во-первых Формировать собственную реальность Второе, наверное, это способность рассматривать жизнь не в подробностях А в больших структурах, будто с большей высоты И двигаться из этой более высокой перспективы Вот почему я прихожу в нерешительность Когда мне задают вопросы о третьем глазе Или что-нибудь в этом роде Тот, кто не знает, как формировать свою персональную реальность Может считать это сверхспособностью Или чем-то мистическим Тогда как я просто знаю, как это делается Я начал заниматься этим ради сугубо практических целей еще до пробуждения И никогда не рассматривал это иначе, как действительно работающий механизм В этом нет никакой великой тайны Волшебство появляется, когда вы не знаете, как это работает Когда вы знаете, вы знаете Я не думаю, что парень, установивший зажигание на моем автомобиле Обладает какими-то мистическими способностями Он просто знает, как сделать то, чего не знаю я Я улыбнулся восхищенным лицам в танцующем свете огня Они внимательно слушали Это может прозвучать странно Но временами я забываю, что меня на самом деле кто-то слушает Иногда мне кажется, что я просто пою свою песню Потому что это забавляет меня Я забываю, что других это тоже может забавлять А какие пары десятков? Спросила Мэри И почти сразу я понял, что она перескочила назад К моему заявлению о том, какие книги я бы оставил Если бы меня больше заботило состояние нашей библиотеки О, хотелось бы немного точнее ответить на этот вопрос, сказал я Причина, по которой я выбирал бы книги Была бы не в том, что они должны быть какими-то особенно просветленными Или даже отражать именно сам предмет просветления Мой выбор был бы основан на том, что, как мне кажется, важно знать на пути к просветлению Что сильно отличается от самого просветления В свете этого я оставил бы какое-то количество книг А также несколько фильмов Потому что часто они несут в основе наш общий опыт И могут предоставить интересное обрамление Для освещения определенных вопросов Например Я подумал о нескольких фильмах, просмотренных мной за последние годы С которыми должен быть знаком почти каждый Ну, «Матрица» будет хорошим примером фильма Из которого я мог бы извлечь много пользы Вспомнить все Тринадцатый этаж Бегущий по лезвию Все это хорошие взгляды на непрочную и даже произвольную природу того, что мы называем реальностью Еще я использовал бы «Джо против вулкана» Из-за его подобного притчи взгляда на процесс смерти перерождения Наверное, будет еще пара дюжин, если подумать Махабхарата, Питера Брука, конечно же Каждое утро на свете Хороший взгляд на взаимоотношения учитель-ученик Куда приводят мечты Демонстрируют отношения между мыслями и реальностью И множество других по различным причинам Харви Просто так Я сделал паузу, чтобы поразмыслить И решил придерживаться только основных рекомендаций Не слишком раскрывая их, чтобы избежать неярного толкования Не хотелось бы упоминать те книги, которые потребовали бы длинных разъяснений Что касается книг, не говоря о тех, о которых вы можете догадаться сами Это различные версии и переводы Бхагавадгиты и Даудэдзин Версия Махабхараты для жителей Запада Три столпа дзин Роши Филиппа Капла Чужак в чужом краю Хайнлайна На лезвии бритвы Маэма Олден Листья травы Эссе Эмерсона Что-нибудь Стефана Грофа Тысячеликий герой Джозефа Кэмпбелла Голографическая вселенная Майкла Телбета И так далее Все хороши по разным причинам Возможно, еще небольшая коллекция ченнелингов, духовных романов на тему о перерождении Почти все одновременно среагировали на упоминания о ченнелингах В основном реакция выражала смесь удивления и недоверия По-моему, ченнелинги очень полезны и интересны не только для учительства Но и для моего собственного понимания феноменального мира Где, как вы видите, я существую, как и все вы Если вы желаете уточнения Скажу, что Михаил помог мне в понимании эго и структуры личности Что касается персональной реальности Мне нравится Сет Если у меня возникают вопросы о потоке и воплощении желаний Тогда я читаю Авраама Может, я что-то позабыл Но в основном мне нравятся эти В пути чудес, конечно, есть интересные моменты Значит, эти ченнелинговые сущности Служили инструментами вашим... О нет, нет, не совсем я махнул рукой Просто вместе со всем остальным Они служили мне инструкцией к тому, как быть человеком на планете Земля Человеческое существо 101 Вот почему мне бы хотелось быть осторожным в этом разговоре Мне нравятся эти книги, но я не так уж часто в них заглядываю Обычно только, когда есть какой-нибудь специфический вопрос А что вы читаете для развлечения? Спросила Мэри Кроме сказок Орликина Мне нравится Оша Просветленный, раньше известный как Пхагван Шри Раджниш По группе прошел ропот удивления Что и понятно Если ты приравниваешь просветление к святости Тогда Оша покажется тебе антисвятым Особенно, если ты услышишь истории о заговоре О свободной любви О присвоении власти Об уклонении от налогов И о 90-е Роллс-Ройсах Мне нравится его стиль преподавания Его интерпретации дзен Я восхищаюсь его умом И романы Я читаю много художественной литературы По их реакции я понял, что должен сказать что-то еще Ну ладно, уговорили Я провожу много времени, просто убивая время Я играю в видеоигры, читаю книги, смотрю кино Можно было бы сказать, что таким образом Несколько часов в день я трачу впустую Но я не считаю это время потерянным Поскольку не знаю ничего лучше, на что бы я мог его потратить Я не могу использовать его лучше Так как не пытаюсь кем-то стать или что-то совершить Мною не движет ни неудовлетворенность, ни амбиции Я сделал то, зачем сюда пришел Я просто убиваю время Пока время не убьет меня Это ввергло группу в молчание Полагаю, они не рассматривали возможность Что просветление является окончанием многих вещей О которых мы обычно не думаем, что они могут когда-то окончиться Наконец Мэри разрушила чары, возвращая нас к обсуждению книг А если бы вас высадили на необитаемом острове, спросила она И вы могли бы взять с собой только одну книгу Это просто, ответил я Келвин и Хоббс Все засмеялись Я закрыл глаза, откинул голову И все восприняли это как знак, чтобы оставить меня в покое Они говорили между собой, но я их не слушал Я слушал все и ничего Ощущал дождь на своем лице И вдохал свежий вечерний воздух Сбрасывая из себя все Очищаясь от тяжести, появляющейся при долгом пребывании в личности Я не устал, не заканчивал вечер Просто мне хотелось не слышать собственного голоса какое-то время Хотелось понаблюдать за дождем и ветром Хотелось, чтобы одна тема ушла, а другая, более свежая, появилась Субтитры создавал DimaTorzok Нагрофа, тысячеликий герой Джозефа Кэмпбелла Голографическая вселенная Майкла Телбота И так далее Все хороши по разным причинам Возможно, еще небольшая коллекция ченнелингов, духовных романов на тему о перерождении Почти все одновременно среагировали на упоминания о ченнелингах В основном реакция выражала смесь удивления и недоверия По-моему, ченнелинги очень полезны и интересны не только для учительства, но и для моего собственного понимания феноменального мира Где, как вы видите, я существую, как и все вы Если вы желаете уточнения, скажу, что Михаил помог мне в понимании эго и структуры личности Что касается персональной реальности, мне нравится сет Если у меня возникают вопросы о потоке и воплощении желаний, тогда я читаю Авраама Может, я что-то позабыл, но в основном мне нравятся эти В пути чудес, конечно, есть интересные моменты Значит, эти ченнелинговые сущности служили инструментами вашим... О нет, нет, не совсем, я махнул рукой Просто вместе со всем остальным они служили мне инструкцией к тому, как быть человеком на планете Земля Человеческое существо 101 Вот почему мне бы хотелось быть осторожным в этом разговоре Мне нравятся эти книги, но я не так уж часто в них заглядываю Обычно только, когда есть какой-нибудь специфический вопрос А что вы читаете для развлечения? Спросила Мэри Кроме сказок Орликина Мне нравится Воша Просветленный, раньше известный как Пхагван Шри Раджниш По группе прошел ропот удивления, что и понятно Если ты приравниваешь просветление к святости, тогда Ошип окажется тебе антисвятым Особенно, если ты услышишь истории о заговоре, о свободной любви, о присвоении власти, об уклонении от налогов и о 90-е Роллс-Ройсах Мне нравится его стиль преподавания Его интерпретации дзен Я восхищаюсь его умом И романы Я читаю много художественной литературы По их реакции я понял, что должен сказать что-то еще Ну ладно, уговорили Я провожу много времени, просто убивая время Я играю в видеоигры, читаю книги, смотрю кино Можно было бы сказать, что таким образом несколько часов в день я трачу впустую Но я не считаю это время потерянным Поскольку не знаю ничего лучше, на что бы я мог его потратить Я не могу использовать его лучше, так как не пытаюсь кем-то стать или что-то совершить Мною не движет ни неудовлетворенность, ни амбиции Я сделал то, зачем сюда пришел Я просто убиваю время, пока время не убьет меня Это ввергло группу в молчание Полагаю, они не рассматривали возможность Что просветление является окончанием многих вещей О которых мы обычно не думаем, что они могут когда-то окончиться Наконец Мэри разрушила чары, возвращая нас к обсуждению книг «А если бы вас высадили на необитаемом острове?» Спросила она «И вы могли бы взять с собой только одну книгу?» «Это просто», — ответил я «Кэлвин и Хоббс» Все засмеялись Я закрыл глаза, откинул голову И все восприняли это как знак, чтобы оставить меня в покое Они говорили между собой, но я их не слушал Я слушал все и ничего Ощущал дождь на своем лице И вдохал свежий вечерний воздух Сбрасывая из себя все Очищаясь от тяжести, появляющейся при долгом пребывании в личности Я не устал, не заканчивал вечер Просто мне хотелось не слышать собственного голоса какое-то время Хотелось понаблюдать за дождем и ветром Хотелось, чтобы одна тема ушла, а другая, более свежая, появилась Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наконец, Мэри разрушила чары, возвращая нас к обсуждению книг А если бы вас высадили на необитаемом острове, спросила она И вы могли бы взять с собой только одну книгу Это просто, — ответил я Келвин и Хоббс Все засмеялись Я закрыл глаза, откинул голову, и все восприняли это как знак, чтобы оставить меня в покое Они говорили между собой, но я их не слушал Я слушал все и ничего Ощущал дождь на своем лице и вдыхал свежий вечерний воздух, сбрасывая из себя все, очищаясь от тяжести, появляющейся при долгом пребывании в личности Я не устал, не заканчивал вечер Просто мне хотелось не слышать собственного голоса какое-то время Хотелось понаблюдать за дождем и ветром Хотелось, чтобы одна тема ушла, а другая, более свежая, появилась Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok